Единство психофизиологических воздействий в диадической системе мать и дитя как определяющий фактор психологического и физического развития ребенка во все последующие этапы его жизни. Целью нашего исследования явилось определить роль конституциональных и психологических факторов формирования у детей расстройств мочи и спускания и энуреза. Обследовано 150 пар мать и дитя, возраст детей от 5 до 15 лет, мальчиков 53, девочек 97, моносимптомный энурез 12%, ургентный синдром 37% и немоносимптомный энурез 51%. Были включены пациенты с дисфункцией мочевых путей, с измененной способностью мочевого пузыря к удержанию мочи, обоевого пола, с неневрологической теологией, с отсутствием структурных проблем, впервые подвергаемые лечению или недостигшие улучшения при проведении предшествующей терапии. Комплексное обследование включало в себя классические методы. У матерей проводилась оценка симптомов нижних мочевых путей в баллах и определение реактивной личностной тревожности у детей и у матерей. Кардиоинтервалографии, тестируя на наличие признаков вегетативных дисфункций, использовали с учетом значимости вегетативной регуляции в патогенезе нуреза, заболевании нижних мочевых путей, проявляющихся в дневное время. По показаниям проводилось скрининговое психологическое консультирование. У 58% детей в анамнезе отмечены эпизоды циклической ацетономической рвоты. 33% матерей страдали метаболическими нарушениями, такими как подагра, мигрень, солевые диатезы, мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь, то есть болезнь обмена веществ. 64% матерей имели хотя бы один эпизод цистит и расстройств нижних мочевых путей. Нами было отмечено, что 61% детей первые 6 лет жизни, которые являются самыми главными в жизни ребенка, испытывали состояние сенсорной и социальной депривации, которая в системе мать и дитя проявлялась в нежелании данной беременности, нежелании иметь ребенка данного пола, коротком периоде грудного вскармливания, разрыве с матерью на первых месяцах жизни, отрицание роли отца в воспитании ребенка, рождение второго ребенка в семье, конфликты, частые ссоры в семье, смерть одного из родителей, сочетание факторов негативного психологического воздействия. То есть эти данные факторы по совокупности коррелировали с такими признаками формирования расстройств мочи и спускания и нореза, как число мочи и спусканий в сутки, среднеэффективный объем мочевого пузыря и частота и нореза. И такие психологические факторы, как нежелание данной беременности, нежелание иметь ребенка данного пола, короткий период грудного вскармливания и разрыв с матерью на первых месяцах жизни, имели в последующем такие психосоциальные свои последствия, которые проявлялись в частом страхе «детей меня не любят», в высоком уровне тревожности. Психологическое консультирование в 32% случаев выявило дисфункциональные семейные отношения, супружеские взаимоотношения напрямую зависели от поведения ребенка. В 12 семьях детско-родительские взаимоотношения были нарушены изначально. Родители самоустранились от воспитания, детей воспитывали бабушки, дедушки, опекуны или приемные родители. Вот на этом рисунке, то есть это рисуночный тест «Моя семья» изображена как бы типичная картина ощущения ребенка в своей семье. То есть ребенок не связан эмоциональными контактами ни с матерью, ни с ребенком. И вот такая большая фигура матери как бы определяет доминирующую роль матери. Но тем не менее ребенок хотел нарисовать свою голову рядом с матерью, потом почему-то переместил ее к отцу, и вы видите такую вот идентификацию ребенка со своим отцом. Был отмечен такой вот интересный факт, что у 18 детей императивное мочеиспускание отмечалось на фоне психологического синдрома негативного самопредъявления. То есть это психологический синдром, который характеризуется высокой демонстративностью. То есть это как бы может быть свидетельством того, что императивные мочеиспускания по лакеурия являются проявлением ребенка в качестве призыва внимания матери к нему из-за того, что этого внимания или не достает ребенку, или оно как-то проявляется не в таком виде, как бы ребенку этого хотелось. По результатам матерей 64% из них имели симптомы нижних мочевых путей легкой и средней степени тяжести. Индекс качества жизни 48% матерей оценивали как в общем неудовлетворительно и плохо. И более 58% матерей зарегистрированы также признаки вегетативных нарушений в стадии синдрома вегетативной дисфункции. Было отмечено, что при сравнительном анализе клинической оценки мочеиспускания и вегетативного статуса детей и матерей выявлено совпадение типов расстройств мочеиспускания и вегетативных дисфункций. По уровням влияния факторов риска в развитии гиперактивности мочевого пузыря и нуреза стояли нарушения семейных взаимоотношений, гиперопека и гипоопека родителей, повышенная тревожность, отсутствие устойчивой диады мать и дитя. Нервно-артретический диатез, который пока это недоказательно, пока это только наши предварительные результаты, нервно-артретический диатез, думаю, что может стать маркером синдрома императивного мочеиспускания, хронической внутриутробной гипоксии плода, инфекции мочевых путей в анамнезе. Таким образом, хотелось бы сделать заключение, что элементы сенсорной материнской семейной депривации влияют на формирование расстройств мочеиспускания и нуреза у детей. Аналогичные по характеру конституциональные вегетативные нарушения и расстройства мочеиспускания у детей и матерей исследуемой группы обусловливают необходимость единого терапевтического воздействия в системе мать и дитя и психологического. Необходим поиск ранних прогностических маркеров и новых методов профилактики и реабилитации расстройств мочеиспускания в диадической системе мать и дитя. Благодарю за внимание. Спасибо огромное.